так ну что у нас решающая катка в 2 на 2 счет 1 1 карта lost temple и здесь не будет конечно такой застройки но за строчкам интересное было но думаю если бы орка был тогда форсир был бы попроще отбиться и если бы демкантер взял эмаляцию анима набер то возможно бы отбились что у вас temple здесь скорее всего мун наверное поставит экспант быстрый альянс если будет ставить экспанта в кармане после этого кстати будет матч стоин элегант скорее всего если так же как они но не всегда вроде с первых игроков начинают а потом уже будут смотреть но стоины посильнее элегант а скорее всего сын выиграет поэтому скорее всего потом будет романтик соин и там уже будут смотреть вообще по ситуации по лайнапу я бы сказал что здесь вся надежда на хэппи то есть тима муна по лайнапу сильнее сейчас вся надежда на то что они два на два возьмут и на то что хэппи затащит и катки в соло ну как обычно принципе ну что блэд мастер начинает выбивать и там и с центра база слушать хэппи экспант ставит или это просто пейк он блин конечно вот эта тема то что хэппи телепорт продал в 2 на 2 очень сомнительная в 2 на 2 телепорт продавать это такая себе затея потому что одно дело когда ты в соло играешь и телепорт продаешь там принципе ну и карты меньше как правило чем 2 на 2 но не всегда но продажа телепортов 2 на 2 когда может быть такая ситуация что тебе нужно к союзнику телепорту царки нет телепорта может быть критично я сильно сомневаюсь что здесь настолько важно важно вот это золото в начале чтобы продавать телепорт два кольца для блэд мастера и писать и просто дегурат поставила там ставится будет экспантер романтика опять нет эмаляции ген хантера опять без эмаляции я уж подумал что центр собирался крепится и хотя возможно даже собирался но здесь под нет собирается с центр брать но в это время идет пуш это время идет пушка альянса с ура с анденом и делается телепорт на понимает что нельзя здесь отдавать мунвелла муна приходится пределать вот опять вот такая ситуация блэд мастер бы сейчас продал телепорт ему бы пришлось убегать от крипов он был бы битый и в это время здесь бы огромный урон бы нанесли по базе муна если бы не телепорт ну что базового альянса строится в целом пока что пока что у хэппи с романтиком все интересненько садис точек выпалят выпало четыре кольца и только одни когти интересно как это два дела ну хэппи короче здесь просто декурат поставил потому что нерубка дпц естественно сильнее чем магическое лишь хотя я бы и магическую вышку поставил я магическую вышку тоже бабахнул потому что магическая плюс нерубка это если герой подойдет сразу порядка 50 а то и большим она будет выжить минуту два делается экспон ставит со вторым архимагом у логова сносит да походил логовый минус неприятно рабочий там застрял так ну что будет мастер конечно не повезло то что у него только с кольца защиты мало урона продолжает романтик напрягать базу орка андет там подсобирает точки и смотрите ален снова бежит на базу ой хорошо романтик играет разводит молодец молодец орка как же инфи зевает 7 вечера спать пора книжки спят одеял и подушки ждут ребят так ну что у нас по ситуации игровой пока непонятно а а а Так, Young Hunter очень жестко танкует, минус финт. Романтик просто пока бегает, у него два барака, видимо масса рифлы будут. Не, пока масса футмены. У Хэппи уже скоро Т3 будет. Здесь экспант стоит. Футмены подбревает, но пока что Романтик просто масса футменов делает. Возможно в Т3 коней пойдет. Им все-таки нужна стенка. И играть с андедом рифлов не особо прикольно. Делается телепорт Романтиком. Ну, много времени они выигрывают. Ну, хотя у Муна тоже база есть. Так, ну что там, Арканка. Магазин пока же ставится. Так, нужно центральную точку забирать команде Муна. Они здесь рядышком. Романтик разбежался. С Хэппи. Второй бестиарий делает. Снова нет спиритволкеров. Не хочет их строить. Так, ну и что делать будет Тальянс. Вот, кстати, Креплордом играет в Хэппи третьем героме. Я говорил об этом в первой еще катке, что Креплорд хорош в 2 на 2. Потому что, ну, в принципе, он хорош, когда там масс-юниты. У него, если я не ошибаюсь, нет ограничения на количество подкопа. Ну, есть ограничения, то, что попасть нужно. Но, вроде как, если вот вместо, где подкоп делается, поставить максимальное количество юнитов, то, по идее, все должны подкопаться. Не уверен. Ну, по-моему, нет ограничения. Там и урон-то изначально не очень большой был. Его потом бафнули на 50% где-то. Т3 идет романтик. Ну, как бы здесь романтик-то не увязнуть в том, что он будет бесполезником. Потому что пока что у него только футмены, кастеров нет. Пытается здесь зачем-то и лемы вызвал. Стандартная тема. Ну, и просто или порт делать. Ой-ой-ой! Големчик. Големчик сказал. Ну-ка, дай-ка сюда мне архимага. Големчик кинул болтецкий. И едва-едва архимаг не потерялся. И там бы потеряно было бы еще куча футменов. слушайте но пока что мне больше нравится как играют орк с эльфом уж больно хорошо они здесь забирают точки андет приходит на базу порку и хэппи стоит базу сверху очень много хороших точек забрали по сути романтика до сих пор второй уровень архимагой 1 мк он одну точку за за игру забрал а герои орка с эльфом вообще хорошо прокачать сейчас нужно отбиваться там надо делать телепорт мунс и сам телепорт делает суин возвращается нинфи не следит за игру за игрой на это нормально очень много точек забрали смотрите армия альянса то вообще герои не прокачаны но он добавляет еще один барак там будут кони с мортирами и с паладином но прокачка героев конечно никакая мой подкоп минус пару райдеров на вину один райдер возможно здесь бэйд мастер вовремя прибежал здесь футменами пытается просто отменить базу но вряд ли вряд ли хотя и виспоп убивает минус маутин кинг несколько виспов еще погибает непонятно вообще непонятно пока что три барака здесь сколько у романтика денег романтика 1000 золота хочет конями выйти из лимита ой как архимага здесь сейчас принимают как же этот архимаг со вторым уровнем здесь бегает а почему дряда не стали принимать архимага странно побоялись андета здесь хэппи 66 лимит его подвиживают голде подкоп надя надя инвул сразу прожимает инвул рано поражал там был хилинг от шаду хантер соответственно зря поражал но там типа типа так вот да вот ну так вот что три барака коней паладина нет паладину надо бы заказать две красные забрали ну команда моно практически все точки на карте забрали хэппи там буквально пару точек забрал и все очень что иду идут на красную да он идет на красную не помню что амун еще внизу базу поставил смотрите-ка не увидел я это архимаг сюда прибегает expand только что доделался опасно туда телепорт делать почему потому что если сделаешь телепорт ты не знаешь андет где нужно два телепорта кой минус все виспы неприятно иконич прибегают просто если бы сюда тп сделаешь то тебя могут принять хэппи кстати тоже идет на красную отдает этот expand но просто он не он не знает он не знает знал бы что там андета точно нет выпал кстати бесполезный дроп по моему это переманивал к 1 юнита ну как бесполезный можно какой-нибудь истра переманить будет ли экспанский сион экспант выживает на 80 здоровья ну если бы позднее сделать тупо еще пару юнитов потерял так что так как и ты что выпало а я кстати не вижу что хэппи выпало с голема или он не успел закрепить голема такое ощущение что хэппи не успел что это мозга лима нет так что у нас по игровой ситуации точек на карте практически не осталось здесь быть мастер начинает раздамаживаться здесь хэппи 11 против двоих приходится телефон делать романтик хотел красную точку забрать но сейчас нужно уже наверное сражаться лимит 70 у орка нет у эльфа 70 58 орка и 60 лимита у хэппи с романтиком но проблема у хэппи хорошие герои а в романтика 211 и блатмейдж третьим героем одни они паладин соответственно по героям полный провал особенно у альянса под коптом хороший минус райдер вроде был бихай диспел ну что финальное сражение возможно маутин кинг первого уровня пошел фокус демон хантера я мханда ну куда вы демон хантера доставляете 1 ну что же ты делаешь то ой сейчас мол не телепорт гнется ладно ряд нечем принципе убивать они убегают мун вчера уже нам показывал телепорта великолепные тут надряд рядки 22 кстати вот ряд конечно можно так оставлять потому что их только сетки могут остановить остального ну или бы либо другие триады как говорится банкой country только другой банкой а этого нету альянса с анденом еще . на карте осталось 80 лимит у эльфа но лимит чисто дряды и 3 делается лимит чисто дряд конечно ну а где мартира с картечью мартира с картечью должны быть я вижу great но мартир я не особо видел тут конечно нужно мартир много штучек 15 смотрите в разводы пошли начинают сносить две базы happy делать телепорт сейчас будет подкоп подкоп шадуха а 7 здоровья осталось и здесь болт не успевает в шадуха дыркинуть он успевает подхилиться тп это на базу был здесь альянсу нельзя сражаться хотя коней много конечно есть человек но герои никакие и орка здесь вроде как маны и дело делается еще чили порт от муна и своим здесь базу снес мун чисто дрядами так ну и что у нас в остатке у хэппи с романтиком нет баз здесь главку еще снесли до проблема а уму на две базы есть из своим тоже базу поставил нет строится база строится только ну и что делать лимита вроде неплохие но нужно много мартир нужно здесь реально мартир человек 10 чтобы снести все это дело идет хэппи в атаку им нужно соединиться и посражаться хорошо с мартирами две мартиры всего всего 2 мартира это очень мало проблема еще в экспанда конечно продолжает в разводы играть снова базу сносит здесь эльф сражается с андедом но эльфа 80 лимита у хэппи 60 у него чисто мазды ряда естественно мпл не подкопаться только на двух героев но пытается хэппи здесь сражаться нудрят по моему такое количество что нереально инвол на крип лорде дем хантер вроде профокусил но есть у него камень воскрешение ну и хэппи зря мне кажется равно слишком много без мартир здесь такое себе орк делает телепорт т.п. и хэппи здесь теряет огромное количество лимита надю убивает но хэппи здесь потерял сколько два дестройера два финда 2 гули тележка свиток инвол телепорт хотя вот суммарные потери который напишет играю то есть 4000 почти золота который потратил мунса суином и 2 600 который нихрена себе тут конница на легион всадников и 32 грейды кстати 32 грейды на конях это конечно жестко но им нужен какой-то fight стенка на стенку вот сейчас хэппи сражался я считаю что зря потому что у романтика хорошие грейды если они займут сражение то кони должны выдержать и мортир расстрелять ряды плюс хэппи там будет постоянно был новый кидать но проблема в том что экспанды экспанды но сейчас может будет сражение внутри два кони конечно очень жестко очень хорошие грейды правда блат мэйдж третьим героем не знаю паладин был бы как минимум полезнее что блат мэйдж не знаю первый уровень очень слабый но и лечения никакого нет нагорного края дабл тп ой сейчас позицию позиция неплохая позиции хорошие мортиры должны сейчас картечу просто сносить все ничего не поиска сколько мы всего две мортиры так мало но картечь все равно хороший вархимага тыкает непонятно зачем ой какая позиция умуна с романтиком великолепная ряды просто от картечи разваливаются сюда бы еще плюс 2 2 2 мортирки сколько свитков там свитков нету больше нет свитков от мортир вообще не контролит мун мортира посмотрите что творят и хэппи стоит армии но лимита с равно у умуна 80 непонятно этот ряд они умирают там еще медведи появились здесь пятая нага подкоп в двух героев мортиры куда вы стреляете мортиры стреляют по зданиям зачем-то хэппи там подкопал что-то высасывается ману демон хантера усуина 35 лимита 76 умуна чисто дряда не в немножко медведей 60 по 50 лимиту романтика с бы все кони развалились там столько коней было ну сюда бы плюс 2 мортирки нам бы так дряд эти развалились ударят 2 грейден защиту а у мортир грейдов на таку нет к сожалению он сделал коней неубиваемыми хотя они все сдохли но хэппи армии еще есть нормально но опять же здесь при таком количестве ряд просто плюс 2 3 мортиры еще бы грейдиков на мортиру сделать парочку то есть зачем три грейда на коням на атаку я не понимаю в ситуации в этой ситуации на защиту грейды хорошо для коней а на атаку для мортир и желательно плюс побольше мортир вот и я думаю они будут разнесли но кстати они сносят базу суину правда финда теряет хэппи на буровах моны 2 2 база работает суши на усуина до 30 лимита осталось сейчас бы романтику в общем нужно заказывать только мортиры ну немножко коней тоже заказать можно сносится база здесь тоже 2 база мун сразу ставит но уму на чисто триады но там медведя он уже начал строить но про космет и гигантов здесь не построить потому что гиганты бесполезно естественно против коней как я и говорил позицию как только заняли хорошую с команды хэппи они сразу хорошо посражались то есть позиция была еще после телепорта когда отряды в куче но мортир мало оказалось туши еще там три коня в заказе правда коня поймали в сетку но он вряд ли уйдет отсюда он уже есть немножко медведи но орка по сути лимит это нет мэйны закончились у хэппи база нет это последние деньги романтик вроде отстроил экспант да вот эти проблемы в том что уму на просто с этим он сюда ведет на экспант здесь экспансия застроить надо отменять наверное подкоп медведей телепорт на дом и надо экспант слева отменить экспант отмени до отменил так на так нагло здесь экспант стоял уму на три экспанда вопрос хватит ли ему этих экспандов чтобы выиграть игру суин чисто бегает двумя героями убивает здесь вроде как коня а конь почему-то не хочет убежать хекс на нее тратит нужно бежать отсюда а их или как же ходе уже у коня там два грейд на защиту само собой сколько мортир мортир 2 штук но мортир побольше сделай ты же видишь что там как бы много дрят мортиры же разносит это все неужели сейчас мун соло будет сражаться своим бежит база ломать ой и телепорта нету дим хантера дим хантер подкоп в ногу надя тебе ой 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 база здесь романтик работает пытается просто снести одним райдером экспантность рабочих просто убить нет идет команда хэппи на базу внизу сумму на а при райдерах и кей при райдер снесут конечно какая же интересная игра кстати 2 на 2 получается а почему романтик вообще базу ничего не и телепорт никто не сделал инфе снова издевает ну что все голда закончилась у команды хэппи нету экспандов и скорее всего уже не будет нож нет золота но сейчас нужно продавливать муна и все тут на колодцах грейды 2231 кстати орка были грейды но армию не там практически не то будет ли орк т.п. делать чтобы помочь надо т.п. делать и помогать или в иллюминает хотят сюда нет в иллюминает здесь играет ручок вы серьезно хотите попытаться в иллюминает сыграть там мортиры как бы если у вас ряды хотя наверное да под мунвеллами даже тут было разнос бы да поход дела они не могут сражаться и просто хотят в иллюминает сыграть есть пять рабочих в альянса где-то у хэппи околитов 4 штучки есть то есть где-то можно еще отстроить все что-то да поход дело просто хотят в иллюминает суши нифига он там райдеров настроил на грабеже поднялся или на чем подкоп на виспов до играют в разводы то есть хотят просто база снести видимо оценили ситуации что у них нет шансов в обычном бою но тут армия альянса сложно снести будет это день армия базу альянса очень много зданий грейдов на защиту правда нет но очень много зданий суин кстати 60 лимита сделал но его его этот мун под под видел все-таки у моно 3x панда недавно стоял сейчас только один остался он и есть телепорт так что может если что уйти отсюда так теперь главная проблемка ой кодой кодой забирает хорошо главная проблемка как как не слить эту базу виверны еще летят нифига там под видел там орка будут сражаться в итоге ли что мне казалось что они уже просто хотят ой как они тут толпятся неужели будет сражение да хотят сражаться но тут коней много и мортир много еще и рабочий подходит да не по-моему без шансов должны выигрывать здесь горный король 3 2 club владмейдж сосет дим ханта прорывается владмейдж сосет минус 20 маны ну должен хэппи здесь разваливать вместе с романтика мортир много делается т.п. да разменялись хорошо кажется сейчас нам покажут смотрите по по голде полторы тысячи на две с половиной размен да здесь слишком хорошая хороший состав армии у хэппи с романтиком очень хороший состав армии поэтому я и говорил что нужно было продолжать в разводы играть тем более у суина там куча райдеров хотя я понял тебе почему был от мейджа взял третьим героем чтобы закачивать ману к хэппи там он продолжает экспанты строить экспант уже есть как теперь хэппи с романтиком выиграть эту игру денег у них нет зданий не очень много возможно стоит как-то блин ну хэппи телепорт еще есть возможно стоит тут демон хантер 6 почти не факт 6 демон хантер прямо решит игру все-таки в два на два не так простой демон решает но все-таки дам дэмэджи много кстати вот сейчас кэпи один бежит экспант сносить если его там закрыть выбить последний телепорт по его бегут как раз там закрывать вдвоем без ему идти на телепорте сша по паспо элиминейта по ход дела они проигрывают подкоп минус пару висков будет окружается убивает одну из виверн и делает т.п. висков подкоп сделать убил двух из поп все кстати чему там он и вообще не законтролил ну что ему на еще база отстроились рождаться нельзя им им нужно продолжать в разводы играть хотя возможно сейчас пойду до 60 43 там по 50 лимита было двое постоянно закачивает ману они надо в разводы до конца играть я думаю там телепортов нет муна по всей карте есть базы соответственно надо просто бежать и в разводы играть он может еще слева внизу базу поставить до должны короче команда муна должна выигрывать по разводам быстрый так называемый сейчас догонят они бегут здесь экспанс носить а если т.п. туда на экспанс сделать и просто коней убить а если т.п. на экспанс сделать убить коней здесь т.п. на экспанс шадохан куда ты делаешь т.п. не на экспанс можно же был просто убить здесь коней пытается но убивает но это минус несколько коней так то парами нельзя вообще здесь проигрывать и здесь минус пару мортир ой как же романтик здесь подвиживает минус 2 коня и минус 2 мортира еще минус 3 конь но экспанс конечно снесли молодцы но армия в альянса нет здесь армия альянса это три героя 1 мортира ой правда shadow hunter минус shadow hunter нет или порта ой-ой-ой-ой хорошо а shadow hunter есть алтарь и воскресить мортирка сносит тут еще конь минус 4 коня потерял а что стойте он хантер супермен супермен не ну романтик конечно жестко за видел две мортирки 4 коня номер кони конечно снесли экспант ну стоило ли это 4 коней стоило ли это 4 коней я чуть сомневаюсь четыре кони это 1000 золота и теперь прикол в том что сейчас уже 22 на 2 то они не смогут сражаться из того что армия альянса практически нет экспант сносится потихонечку урок забегает здесь 3 было дмэйдж плэм страйка нет вторым у нас архимага тыкнули а я архимага ничего нет есть став а что по героям отдает двух героев что ли ну как же романтик видит как же романтик видит ребят хэппи на или сейчас такой бы что за на самом деле тут все равно нужно было пытаться какие-то базы сносить но вообще на самом деле то что романтик делал в принципе он пытался как-то по зданиям снести но в итоге то что просто вы не можете просто сидеть вот на базе из депут эти здания вам нужно что-то делать сносить телепортов нет потому что денег нет наверное просто катка обречена из того что мун реально много экспандов поставил да ну короче романтик всю армию потерял романтика 14 лимита осталось два героя там кажется один конь ну я думаю сейчас можно уже на мужика два на два посражаться шестым то демон хантер экспант здесь у моно сносится но у моно еще есть как минимум один шестая нога с ультимейтом который ультимейт здания хорошо сносит что будет у нас финальное сражение или все-таки издание будут пытаться носить принципе пас по сути то осталось только армии андена я думаю можно его просто затыкать с шестым демон хантером кидают frost armor и но frost armor и бесполезно против ряд но кажется frost armor на автокасте не испарится там нужно будет нажимать именно геройский ну что финальное сражение телепортов нет вообще они могли отдать эту базу и пойти просто мэн сносить демон хантер пошел подкоп там был финальное сражение shadow hunter очень битый демон хантер с супермена с ким маутин кинг 5 shadow hunter может ультимейт за бархой gg и gg